Первый шаг к осуществлению ваших желаний – понять силу вашего разума. Разум подобен плодородному саду, способному вырастить все семена, которые вы в него посадите. Когда вы последовательно концентрируете свои мысли на определенном результате, вы активируете закон притяжения, притягивая этот опыт в вашу реальность. Но для того, чтобы использовать эту силу, вам нужно четко понимать, чего вы искренне желаете. Ясность – ключ к манифестации и закону притяжения. Когда ваши намерения неопределенны или рассеяны, ваши результаты будут такими же неопределенными и рассеянными. Потратьте время на размышления о своих глубочайших желаниях, будьте конкретны в том, что вы хотите, и запишите это. Когда вы выражаете свои мысли на бумаге, вы придаете им форму и энергию, делая их более осязаемыми в квантовом поле. Четкость в ваших намерениях не только облегчает понимание Вселенной того, что вы хотите, но также помогает вам согласовать свою энергию с вашими желаниями. Когда вы ясно представляете свои цели, то ваши мысли, эмоции и действия становятся согласованными с вашими намерениями. Эта согласованность генерирует мощную и направленную энергию, которая значительно ускоряет процесс исполнения. Когда ваши намерения ясны, вы активируете ретикулярную активирующую систему в вашем мозге. Она действует как фильтр, позволяя только соответствующей информации войти в ваше сознание, отбрасывая ненужный шум. В сущности, этот мощный механизм помогает замечать возможности, ресурсы и синхроничные события, соответствующие вашим желаниям. Пока вы согласуете свою энергию с вашими намерениями, Вселенная способствует тому, чтобы приблизить вас к вашим целям. Квантовое поле – это область бесконечных возможностей, где существуют все потенциальные реальности. Направляя свои намерения четко и последовательно, вы начинаете схлопывать эти возможности в вашу физическую реальность. Помните, что Вселенная реагирует на ваши эмоции и убеждения, поэтому согласуйте свои чувства со своими желаниями. Визуализируйте и чувствуйте себя уже живущим ту реальность, которую вы хотите материализовать. Понимание роли эмоций важно в этом процессе. Эмоции – это топливо, которое запускает процесс манифестации и исполнения желаний. Когда вы визуализируете свои желания, убедитесь, что вызываете сильные позитивные эмоции, как если бы вы уже испытывали то, что вы желаете. Чем более интенсивны и позитивны ваши эмоции, тем быстрее происходит манифестация. Практикуя это регулярно, вы создаете мощное электромагнитное поле, действующее как магнитная сила, притягивающая ваши желания в вашу жизнь. Квантовое поле действует вне времени и пространства, как мы знаем. Это нелокальная и взаимосвязанная матрица, отзывающаяся на вибрационные частоты, излучаемые вашими мыслями и эмоциями. Когда вы сосредотачиваетесь на конкретном намерении с сильными позитивными эмоциями, вы отпечатываете это намерение в квантовом поле. Эта отпечатка создает резонанс между вашей энергией и энергией вашей желаемой реальности, тем самым запуская процесс манифестации. Более того, визуализация является мощным инструментом для усиления силы ваших намерений. Когда вы ярко представляете себя живущим в своей желаемой реальности, вы посылаете ясное сообщение Вселенной о том, что вы хотите испытать. Визуализация укрепляет нейронные пути, связанные с вашими желаниями, делая их более доступными вашему подсознательному разуму и укрепляя вашу веру в возможность манифестации. Теперь давайте поговорим о первом слове, которое может изменить вашу жизнь – это аффирмации. Аффирмации – это мощные утверждения, которые программируют ваш разум на успех. Правильно используемые, они могут изменить ваши подсознательные убеждения и помочь вам осуществить ваши мечты с невероятной скоростью. Создавая аффирмации, используйте позитивный язык и настоящее время. Например, вместо того, чтобы говорить «я хочу быть успешным», утверждайте «я успешен во всем, что делаю». Ваш разум лучше реагирует на утверждение уверенности и веры. Повторяйте эти аффирмации ежедневно с убежденностью и сильными эмоциями. Создание эффективных аффирмаций требует понимания структуры подсознательного разума. Ваш подсознательный разум работает в настоящий момент и не различает прошлое, настоящее или будущее. Поэтому, используя настоящее время в ваших аффирмациях, вы сигнализируете вашему подсознательному разуму, что то, что вы желаете, уже происходит сейчас. Это помогает преодолеть разрыв между вашей текущей реальностью и желаемой, открывая путь к манифестации. Кроме того, использование позитивного языка имеет решающее значение в аффирмациях. Подсознательный разум неэффективно обрабатывает отрицание. Если вы используете аффирмации вроде «я не провалюсь», ваш разум будет фокусироваться на слове «провалюсь». Вместо этого утверждайте позитивные противоположности, такие как «я успешен и способен достигать своих целей». Позитивно формулируя свои аффирмации, вы направляете свое подсознание к поддерживающим убеждениям и отводите его от ограничивающих. Аффирмации могут помочь вам преодолеть ограничивающие убеждения, которые могут мешать вашим манифестациям. Идентифицируйте, найдите любые негативные мысли или сомнения, которые возникают, когда вы думаете о своих желаниях, и замените их укрепляющими аффирмациями, которые противодействуют этим ограничивающим убеждениям. Например, если вы часто сомневаетесь в своих способностях, утверждайте «я способен достичь всего, что задумаю». Обнаружение и трансформация ограничивающих убеждений необходимы для успешной манифестации. Часто эти ограничивающие убеждения глубоко заложены в наше подсознание и действуют как барьеры, препятствующие нам полностью принять наши желания. Заменяя эти ограничивающие убеждения позитивными аффирмациями, вы перестраиваете свой подсознательный разум и создаете новые нейронные пути, поддерживающие ваши цели. Помните, что повторение играет ключевую роль в аффирмациях. Ваш подсознательный разум учится через повторение, поэтому последовательное повторение ваших аффирмаций укрепляет новые позитивные убеждения и ослабляет хватку ограничивающих. Включите аффирмации в свою повседневную рутину, будьте настойчивы и со временем вы заметите значительные изменения в своих мыслях и поведении. Теперь давайте рассмотрим второе слово, которое может быстро ускорить ваши манифестации. Благодарность. Третье – это благодарность. Благодарность – секретный ключ для открытия изобилия в вашей жизни. Когда вы искренне благодарны за то, что у вас есть, вселенная отвечает, принося больше вещей, за которые нужно быть благодарным. Начинайте каждый день, выражая признательность за благословение в вашей жизни. Вы можете вести дневник благодарности или просто каждое утро на несколько мгновений мысленно признавать то, за что вы благодарны. Чем больше вы развиваете эту практику, тем больше позитивной энергии вы притягиваете, что ведет к еще большему изобилию. Ежедневная практика благодарности имеет глубокое влияние на ваше общее благополучие. Она переносит ваше внимание с того, чего может не хватать в вашей жизни, на изобилие, которое уже вас окружает. Благодарность открывает каналы для принятия большего благословения, потому что когда вы признаете и цените то, что у вас есть, вы излучаете частоту позитива, которая резонирует с частотой изобилие во Вселенной. Развивая благодарность, вы также улучшаете свое эмоциональное и умственное состояние. Когда вы фокусируетесь на том, за что вы благодарны, вы естественным образом отходите от негативных эмоций, таких как страх, беспокойство и недовольство. Вместо этого вы создаете пространство для позитивных эмоций, таких как радость, удовлетворение и любовь, чтобы процветать. Эти позитивные эмоции поднимают вашу вибрационную частоту и привлекают больше позитивного опыта в вашу жизнь. Даже в трудные моменты поддержание отношения благодарности является необходимым. Столкнувшись с вызовами, будьте благодарны за уроки, которые они приносят, и за возможности для роста. Помните, то, на чем вы удерживаете фокус, имеет свойство расширяться. Итак, сосредоточьтесь на благодарности, чтобы превратить любые препятствия в ступени на вашем пути к успеху. Практика благодарности в трудные времена может изменить игру. Вместо того, чтобы застревать в цикле негатива, измените свою перспективу на благодарность, открывая ваш разум для уроков и возможностей через трудности. Это позволяет вам принимать вызовы как трансформационный опыт и дает вам силу находить решения и возможности, которые ранее могли быть неочевидны. Более того, когда вы выражаете благодарность в трудные времена, вы создаете положительный цикл обратной связи в вашей жизни. Вселенная отвечает на вашу благодарность, предоставляя больше причин для благодарности даже на фоне вызовов. Когда вы фокусируетесь на благодарности, вы повышаете свою вибрацию, что в свою очередь притягивает позитивные обстоятельства и синхроничности, которые помогают вам преодолевать препятствия. Теперь давайте обсудим еще один шаг, который усиливает процесс манифестации. Это действие. В то время как мысли, аффирмации и благодарность могут быть мощными, вдохновленное действие является катализатором, который превращает ваши мечты в реальность. Вдохновленное действие заключается в согласовании ваших действий с вашими намерениями и интуицией. Это не о том, чтобы упорно преодолевать сопротивление, а скорее о движении в ритме жизни. Доверяйте своему внутреннему руководству, и когда появляются возможности, действуйте с уверенностью и радостью. Вдохновленное действие является неотъемлемой частью процесса манифестации, потому что это демонстрирует ваше обязательство к вашим мечтам. Когда вы действуете в соответствии с вашими намерениями, вы демонстрируете Вселенной, что вы готовы и желаете получить ваши желания. Однако важно отметить, что вдохновленное действие не означает принуждение или напряжение. Это о том, чтобы быть открытым и восприимчивым к знакам и возможностям, которые появляются на вашем пути. Легкое действие, с другой стороны, возникает из состояния потока. Когда вы находитесь в потоке, вы ощущаете чувство легкости, радости и согласованности с вашей целью. Это состояние потока часто сопровождается синхроничностью и ощущением поддержки со стороны Вселенной. Доверие к процессу и позволение себе быть направляемым вашей интуицией – ключ к легкому действию. Манифестация часто требует выхода за пределы вашей зоны комфорта. Примите рост и изменения, даже если сначала это кажется неприятным. Таким образом, вы отправляете Вселенной сигнал о том, что вы готовы к расширению и новым опытам, что открывает ворота изобилия. Выход из зоны комфорта – мощный способ расширить ваше сознание и раскрыть ваш потенциал. Зоны комфорта иногда могут стать ограничивающими пространствами, которые удерживают нас в пределах знакомых границ. Когда вы смело шагаете к своим мечтам, вы освобождаетесь от самоограничений и приглашаете новые возможности и перспективы в вашу жизнь. Естественно, испытывать некоторое сопротивление, когда вы выходите за пределы зоны комфорта. Ваш разум может быть привыкшим к безопасности и всему знакомому. Однако помните, что рост и трансформация происходят за пределами вашей зоны комфорта. Примите дискомфорт как признак прогресса и вход в новый и захватывающий опыт. Пока вы выходите за пределы своей зоны комфорта, вы отправляете Вселенной сигнал о вашей готовности к расширению, что в свою очередь приносит новые возможности, соответствующие вашим желаниям. Наконец, давайте рассмотрим пятое и последнее слово, которое может ускорить ваши манифестации. Это сдача. Сдача не означает отказ от ваших мечтаний. Это означает отпускание контроля и доверия высшему разуму Вселенной. Часто мы создаем сопротивление, удерживаясь за жесткие ожидания и временные рамки. Сдача позволяет отпустить себя от этих деталей и довериться тому, что Вселенная знает идеальное время для материализации ваших желаний. Отпустите как и когда и сосредоточьтесь на что и почему. Отпускание сопротивления заключается в отказе от привязанности к результату. Хотя важно четко определить свои желания и действовать вдохновенно, также важно не цепляться отчаянно за определенный результат. Доверие к Вселенной предполагает веру в то, что ваши желания организуются наилучшим образом для вашего высшего блага. Когда вы сдаетесь, вы отпускаете контроль и позволяете Вселенной совершать свою магию, часто приводя к еще более великолепным результатам, чем вы могли себе представить. Доверие к Вселенной предполагает веру в то, что ваши желания организуются наилучшим образом для вашего высшего блага. Когда вы сдаетесь, вы отпускаете контроль и позволяете Вселенной совершать свою магию, часто приводя к еще более великолепным результатам, чем вы могли себе представить. Сдаваясь, вы выстраиваете гармонию с естественным потоком Вселенной. Вместо попыток заставить ваше желание материализоваться определенным образом, вы открываетесь для принятия в формах, которые могут быть еще более прекрасны и неожиданны. Сдаваться – это акт веры и доверия, зная, что Вселенная всегда действует в вашу пользу. Это о том, чтобы сдаться как, и быть открытым для бесконечных возможностей, которые существуют за пределами вашего текущего понимания. Сдаваться также означает найти спокойствие в настоящем моменте. Будьте довольны тем, где вы находитесь, удерживая видение того, куда хотите прийти. Избегайте ощущений нехватки и отчаяния, так как они блокируют поток изобилия. Вместо этого развивайте чувство спокойствия, доверия и уверенности в том, что все развивается для вашего высшего блага. Найти спокойствие в настоящем моменте крайне важно, так как это настраивает вас на чистоту изобилия. Когда вы зацикливаетесь на ощущениях нехватки или нетерпения, вы излучаете вибрацию недостатка, которая отталкивает те самые вещи, которые вы хотите. Развитие спокойствия и доверия позволяет вам оставаться в состоянии открытости и принимать изобилие, которое приходит к вам. Практики осознанности – мощные инструменты, которые помогают вам оставаться в настоящем моменте и развивать спокойствие. Будучи полностью присутствующими в каждом моменте, вы освобождаете удержание прошлых сожалений и будущих тревог. Осознанность позволяет вам ценить красоту и изобилие жизни прямо сейчас, таким, каким оно является. Из этого состояния удовлетворения и принятия вы излучаете вибрацию благодарности и изобилия, которая резонирует с Вселенной и приносит еще больше благословений в вашу жизнь. Теперь вы обнаружили силу этих двух трансформационных слов – аффирмации и благодарность. Сочетайте их с ясностью, вдохновленным действием и сдачей, и вы станете мастером исполнения желаний. Помните, ключ к успеху – это последовательность и непоколебимая вера в ваши способности. Перед тем, как мы завершим, давайте быстро повторим. Будьте ясными по поводу ваших желаний, используйте мощные аффирмации для изменения подсознательных убеждений, выражайте благодарность ежедневно, действуйте вдохновленно и сдайтесь потоку жизни. У вас есть сила внутри себя создать жизнь своей мечты почти мгновенно. Субтитры создавал DimaTorzok